Всем привет-привет! Я решилась на такое спонтанное видео, занималась, так сказать, будничным скрапом, какими-то тут делами, и решилась, а почему бы мне не записывать такие небольшие видео, процессов своих, каких тут дел, работ, вот, и не объединить все это в одно видео, которое можно разместить на ютубе, да, и что-то вроде получилось бы влога, да, где будут мелкие небольшие кусочки, может быть, одного дня, либо нескольких дней, вот, не могу сказать, будет ли это прям вот месяц, допустим, влог июнь или влог июль, не могу сказать, но я, скорее всего, буду смотреть по количеству минут, сколько у меня будет записано эти все кусочки, если объединить, и чтобы более-менее такое время получилось оптимальное для просмотра. Как только я наберу все эти минутки, я сразу же все это соединю и выложу на канал. Я надеюсь, что будет вам интересный такой формат видео, но таких у меня еще не было, поэтому хочу попробовать. Я посмотрю, конечно же, я посмотрю на вашу обратную связь, буду очень рада ей, если вы будете мне писать комментарии, а еще если отпишетесь, нравится, не нравится такие форматы, или все-таки лучше остановиться пока на обзорах посылочек, вот, ну что, ну что, ладно, все, давайте начинать записывать и рассказывать, что я сегодня делала, точнее я делала вчера, занялась и сегодня. Как и, наверное, у любого скрапера, у меня возникает проблема с хранением ножей, вы уже видите такая заготовочка с магнитным, подложечка с магнитным слоем, хранение ножей, ножей и вырубки. Если с вырубкой, с вырубкой на данный момент я еще как-то более-менее пока определилась с хранением, хотя не сказал бы, что для меня это самый удобный вариант, но пока другого я не могу придумать и пока так будет. Попозже покажу, как именно я ее храню, хотя там уже бардак, то с ножами я начала отталкиваться от такого принципа. Я попробовала сначала, я сделала вот такие две подложечки, разместила на них ножи, ну такие с алиэкспресс, конечно, которые без упаковки, по определенным, ну плюс-минус тематики, да. Вот я сделала для надписей одну подложку и вторую подложку для веточек, цветочков, в общем для всего растительного. Почему именно с них начала? Потому что именно их я стала в них путаться, стала их чаще использовать и соответственно я стала постоянно копаться в коробке, где лежат все ножи и меня стало немножко утруждать, ну отнимать соответствующее время на поиск. И я решила попробовать. Если мне такой формат зайдет, мне понравится, то я естественно все остальное я переведу на это. И собственно вот они, мои две первые подложечки. Это вот с такими вот веточками с двух сторон, но у меня их пока немного, поэтому пока умещаются на одной вот такой вот подложечке и надписи. С этой стороны надписи и с этой надписи, плюс еще цифры тоже сюда поместила. Все задумывалось изначально. Я как думала, что здесь файлики, вот видите, дырочки. То есть я купила для этих целей сначала папочку, ну вот такую вот обычную в офис маги. Такая вот на кольцовом механизме. Я хотела вот эти вот все подложечки сюда ставить. Да, я проколол дырочки, все тут отмерила и мне неудобно было. Переворачивалось, все это тут съезжало. Вот, ну в общем, оказалось в папочке хранение не мое. Дальше. Файлики. Файлики здесь достаточно толстенькие. Обычные канцелярские файлики, но не совсем обычные. Они поплотнее, чем обычные. Я не помню плотность какая, то ли 100 микро, чего-то там. Ну, в общем, там у меня упаковки самой нет, вот этих файликов, поэтому не могу сказать сколько именно. Ну, так получилось. Я когда в магазин зашла, я по всем файлам, пачкам, которые там были, я просто смотрела на вот эту вот цифру, на плотность самой вот этой пленочки и взяла самую плотную. Вот. Цифру не могу сказать, ну, просто заходите в канцелярский магазин и самую-самую вот там плотную берете, да, цифры где больше. Вот. И она оказалась действительно такая плотненькая, такая толстенькая. И, в общем, я что сделала? Отрезала вот эту часть, да, ну, тут где у файлика дырочки, да, вот эту часть отрезала и отрезала по высоте. Вот он, вот он весь файлик получается и отрезала по высоте. То есть файлик обычный А4, вот, пробеговала здесь. Вообще была задумка какая, что я здесь отрежу и здесь запаяю, ну, с палечкой там, с помощью паяльничка, да, или прошью на машинке, то есть вот так вот, да, и получилось бы вот такой вот карман. Но, наверное, моя некая такая лень или что-то подобное. В общем, я пробеговала и решила, потом сделаю. И взяла вот так вот, просто завернула. Вот так вот завернула. И, вы знаете, этот вариант мне понравился. Вот именно вот с таким вот лишним таким вот клапаном. Мне он очень понравился. Сейчас объясню, почему. Если бы он был такой же ширины, как сама подложечка, то мне бы пришлось все доставать, потому что туда, ну, просто невозможно пальцем залезть и достать какой-то нож в самом низу, да, то пришлось бы всю эту подложку вытаскивать. Всю. А не факт, что с этой стороны все попадает, да, удержится или, наоборот, все это порушится. Вот. То вот в таком варианте я могу открыть широко файлик и достать все то, что мне нужно в самом-самом низу. При этом не вытаскивая целую подложечку из вот этого файлика. То есть даже если что-то здесь отклеится, там отойдет, оно упадет в сам файлик. Можно поднять, назад положить. Ну, хотя такого у меня проблем нет. Я широко открываю этот файлик, аккуратненько достаю, если никаких проблем. Ну, и такая же подложечка здесь получается с цветочками, листочками, веточками. Это все ножи с Алиэкспресс. Наверное, кроме вот этих, это, наверное, от Примы. Но я их брала с рук, поэтому у меня от них нет никакой упаковки. Вот. Поэтому они тоже здесь, так как они без упаковки. Хотя я знаю, что это Примовские цветы, ой, листочки. Все остальное это Алиэкспресс. Вот. И как я их стала хранить? В виде картотеки. То есть вот так вот стоя коробочку. Ну, собственно, вот она эта коробочка. Она, ну, вот такая она складная. На самом деле, вот тут вот ручка есть. Такая какая-то она тканевая. Ну, по типу, как в Икеа продаются. Такие разные раскладные коробочки. Но это я покупала в Леруа Мерлен. Вот. И вот, то есть место. Вот тут достаточно места освободилось. Представляете, все вот эти вот мелкие вот эти все ножички в маленьких пакетиках, которые были. Вот они все вот тут вот так вот валялись. И какой-то куча непонятной. И, в общем, это стало очень неудобно. Теперь я доделала почти все подложечки. У меня получилось их тут, по-моему, шесть штучек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, шесть штучек. И что получилось? Значит, эти у меня веточки. Здесь с надписями вот с двух сторон. Здесь я сделала, с одной стороны, это у меня все ножи Scrapman. Ну, у меня их вот немного. Вот они уместились на одной стороне вот этой подложечки. С обратной стороны здесь что-то такой инструмент и мужское что-то, да, там шестереночки. Пока так. Но у меня этих ножей немного, поэтому пока будут так. Если будет, конечно, еще будут ножи Scrapman. Естественно, я вот это вот отсюда уберу. Сделаю еще одну подложечку. Здесь будут оставшиеся ножи Scrapman. Дальше. Вот это вот я очень давно хотела именно так вот сделать. Именно вот эти вот все прямоугольнички, теги, вот эти какие-то рамочки от Scrapberries. Но у меня тоже от нее нет упаковки, поэтому я тоже их брала с рук. Поэтому вот я их тоже сюда прилепила. То есть такие вот наборчики, да, то что составные. И вот кружочки мои. То есть целая вот такая подложечка с этими вот штучками. И, наверное, какая. Вот здесь. Ну, это вот две подложечки. Остались куча мала. Это все то, что я не смогла как-то разделить и раскидать по каким-то категориям. То есть у меня всего из этого всего по чуть-чуть, да. Какие-то здесь вот есть фоновые ножи. Ну, их мало. Какая-то салфетка тоже. Кстати, салфетка плохо рубит. В одном из видео я, наверное, где-то показывала покупки с Алиэкспресса. Показывала эту салфетку. В общем, ужасно она рубит. Одна сторона вырубает, другая нет. Но я все равно пока ее сохранила. Возможно, дело может быть в пластинах. В общем, пока не выкидываю. Но, возможно, ее здесь не будет. Дальше. И с этой стороны, ну, какие-то вот бордюрчики. Открывашка. В общем, что-то такое вроде как похоже на женственное. Что-то такое, да. Вот. Но я бы не сказала, что это какая-то определенная категория. Больше из того, что я не смогла просто как-то это в какую-то категорию определить из того, что осталось. Собралась из того, что осталось. Так же, в принципе, как и вот эта подложка. Хотя вот эта сторона. Чисто тут рамочки. Всякие разные, разнообразные. Это тоже все с Алиэкспресса. Все рамочки. Даже вот эти вот реплики. Тоже с Алиэкспресса. И вот тут вот совсем куча мала. Тоже китайские ножи. В общем, все, что осталось тоже. Чтобы все это по мелким пакетикам не валялось, я их на эту подложку. Итого получилось шесть подложечек. Здесь у меня еще и всякие трафаретики хранятся в этой коробке. Пока место позволяет, я их тут буду хранить. Так же папочки для тиснения. Вот они тут. У меня тоже их немного, поэтому они тоже здесь стоят. Дальше. Ножи. Те, которые у меня с упаковкой. Да. Вот какие-то тут ножи. Именно брендовые, будем так их называть, с упаковкой. Я их тут вот тоже оставила. Их я не буду дербанить. Вот. Они очень удобно хранятся именно в таких упаковках. Вот, допустим, Экпейпер. Спилбиндерс. Там тоже почему бы нет. Дальше. Агиарт. Вот. Здесь, кстати, вот так оно у меня и хранится. Хотя здесь не все ножи от Агиарта. Здесь, по-моему, вот эта штучечка для прорубания отверстий. Это от Scrapfriend, если я не ошибаюсь. Вот это тоже для уголочка. Тоже Scrapfriend. А вот это китайский нож с Алиэкспресс. Ну и все, наверное. Вот эти непомнички. Возможно, то тоже Scrapfriend. В общем, здесь на этой подложке должно было быть только вот этот один нож. Только он здесь от Агиарт. Но почему именно все вместе? И плюс еще вот эти вот китайские ножи. Вот эти вот они малюсенькие. Я когда перерабатываю свою вырубку в свои мелкие бумажечки, да, которые у меня там остаются от вырубки. Ну, совсем маленькие кусочки. Я стараюсь ничего не выбрасывать. То есть я выбрасываю на столько минимальные кусочки, на которыми уже все, ну, ничего уже не сделаешь. Вот. То я на совсем небольших кусочках. Сейчас попробую показать. Вот эту. Достала коробочку свою с обрезками, со всеми разными. Вот такие даже кусочки я оставляю. Я их не выбрасываю. Хотя, казалось бы, такой маленький кусочек. Да, что им делать? Но здесь очень даже хорошо может поместиться один вот из этих ножичков. Даже вот элементарные вот эти кружочки, которые идут для тегов, да, для отверстий, оформления отверстий. Вот такие штучечка. Вот она прям здесь хорошо поместится. Ее тоже можно здесь будет прорубить. И, допустим, вот эти вот милейшие, меленькие нотки тоже на таких кусочках помещаются. Поэтому, если я начинаю перерабатывать свои всякие вот эти вот обрезочки, вот такие всякие разнообразные, малюсенькие, то я достаю прям целую вот эту подложку со всеми ножами и ею тут прорубаю. Поэтому я решила вот эту подложку не дербанить, не делить. В принципе, мне для использования она достаточно удобна. Дальше здесь, ну, здесь уже, конечно, перемешалось, хотя я здесь все, конечно же, делила. Так, что дальше? Здесь еще осталась парочка вот таких вот тоже маленьких подложечек. Это изначально, когда пришли ножи, я сразу сделала эти подложечку. Вот, допустим, для вот этих это тоже с Алиэкспресс. Ну и как-то, в принципе, я ими не часто пользуюсь. И поэтому я решила, что, ну, да пусть так хранится. Подложка не крупная, но и не маленькая. Ее искать особо не нужно. То есть она стоит вот среди всех ножей и достаточно ее быстро можно найти. Она не в маленьком пакетике где-то там хранится. Вот, ну и не так часто я ее использую. То есть я могу также применить эти ножички для утилизации каких-то узких обрезков. Да, также тоже для дальнейшего использования под надписи. Поэтому, в принципе, я его целую подложку достаю и вырубаю. И вот такие вот это свежие ножи. Я не знаю, будет ли видео вот это первым или предыдущее первое, где я показывала вот эту закупку тоже китайских ножей. Это такая морской, такая, такая, такой, морской, морской наборчик. Но это, правда, два наборчика отдельных, просто на одну тему, да, на морскую. Поэтому я их тоже решила пока объединить так, пока на одну подложечку. В принципе, морского у меня больше нет нигде. И в ту, в кучу малую я не стала их определять. В принципе, пока пусть они тут так себя чувствуют. Дальше здесь у меня один наборчик от Mimicat пока только. Вот, дальше вот этот наборчик с такой вот рамкой я брала с рук. Почему-то на картинке мне он понравился. Но когда он пришел, я так и не поняла, зачем нужна вот эта внутренняя часть и вот эти вот внутренние. Ну, вот этот обычный овал, а вот эта внутренняя часть я вообще не поняла, для чего. Вот, и вот это тоже с Алиэкспресса. Я ей очень редко пользуюсь, хотя у меня нарублено очень много вырубки. Поэтому, в принципе, я, наверное, ей и не скоро буду пользоваться, пока эту вырубку не использую. И вот я решила тут все такое ставить. Я им редко их вообще практически не достаю. Поэтому пусть это тоже так стоят отдельно, чтобы там на основных больших подложках не мешались. Дальше вот этот наборчик тоже не стала туда пока что, пока что не стала определять. Там, где у меня всякие рамочки, кружочки, ну, возможно, он туда и отправится тоже. Ну, пока вроде бы он тоже хранится вот на такой, на подложке. Тоже пока мне не доставляет каких-то неудобств. И опять же, пользуюсь я ими редко. И что тут? И тут, как я говорила, тут какие-то такие вот уже брендовые, брендовые, ну, с упаковками. Ножи, то есть от Fantasy, вот они, ножи. И немножко от Hobbit Time. Не скажу, что это прям очень мега удобно, хранение вот именно вот так вот. Вот видите, там пакет, он уже прилип к скотчу двухстороннему. Ну, то есть тут вообще отодрала скотч. То есть тут просто нож лежит. Вот здесь тоже отодрано, здесь тоже. То есть это не очень удобная упаковка. Конечно, самые удобные упаковки это от Paper или вот от Mimicat. У них, конечно, вот эти вот конвертики, самый-самый удобный вид упаковки, хранение. Вот. С этими пока ничего не буду делать. Я решила пока их оставить в оригинальных упаковках. Ну, мало ли что, вдруг мне захочется какие-то ножи продать. И я бы, конечно, хотела продать все-таки в оригинальных упаковках. А не думать, если будут у меня спрашивать, а чей это нож, чтобы не забыть, чей это нож. Так вот. И сделал я еще одну подложку. Сейчас расскажу, для чего. Еще одну я все-таки решила сделать. Она у меня получилась вот такая. Тут вот еще сторона более-менее вот этот один кусочек добавила. А эта вся из кусочков. Она у меня вся склеена из разных кусочков, из обрезочков. Ну, в принципе, я так думаю, что... Не то, что думаю, я знаю, что на функциональность не повлияет это. То есть все кусочки магнитятся. И без разницы, то ли это целый лист, то ли это будет из кусков. У меня еще есть ножи от Scrap Friend. И, как вы, наверное, знаете, они тоже вот на таких подложечках, на маленьких подложечках. Это я уже сделала подложечку, потому что вот этот ножичок маленький, и он там постоянно лежал. И мне его было... Я про него забывала. В общем, я вот так вот перелистывала, и я его не видела, что он у меня есть. Вот. Поэтому пришлось тоже сделать такие изначальные подложечки маленькие, с магнитными листочками. И они вот такими вот маленькими, на таких маленьких подложках все это вот. И, честно говоря, все это тоже так же неудобно. Вот она стоит, и там в коробку все это падает. Потом вот так вот все это вот какая-то куча мала получается. Мне тоже это не очень удобно. Хотя я вот этими вот Scrap Friend'овскими очень часто пользуюсь. Достаточно это, можно сказать, одни из моих любимых ножей. Все, которые здесь у меня есть. Большая часть, по крайней мере. Может быть, только вот алфавитом, наверное, еще ни разу не пользовалась. Цифрами пользуюсь. Особенно в мужских работах очень классно смотрится. Вот. И вот этими дырочками тоже еще стала пользоваться. Очень интересно получается тоже. Но это в основном тоже в мужских работах. Вот. И я решила все вот эти вот ножи переложить на эту одну подложку. Что делать с упаковкой, я пока не знаю. Но я, скорее всего, ее выбрасывать не буду. В принципе, вот эти маленькие кусочки, подложки, так сказать. Ну, они немного местные будут занимать. Тем более, они мне очень нравятся. Такая интересная у них печать. Мне нравится эта упаковочка. Поэтому я думаю, что я в эту же коробку просто сложу. В один большой пакет сложу все эти подложечки. И когда, если вдруг мне захочется там продать, то я могу эту подложечку достать в соответствующее с размером самого ножа. И вот можно будет продать, можно сказать, практически в оригинальной упаковке. Ну что, я, наверное, сейчас буду этим заниматься. И вам пожелаю приятного просмотра. Попробую, наверное, в убыстренном темпе, чтобы это немножко не сильно, точнее, не затягивать. Попробую, наверное, не затягивать. Попробую, наверное, не затягивать. Попробую, наверное, не затягивать. Продолжение следует... 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 отрезаем все вот такой кусочек остается я его не выбрасывая оставляю я такие кусочки применяем для шейкеров например потому что я уже говорил что но такое не сказать что прям плотный пластик но все же уже по плотнее поэтому принципе можно использовать на какие небольшие шейкеры но можно использовать и также я использую например для разводить краску тоже на таких на пластиках и не жалко испортить что-то целое новое дальше беру можно конечно резаки но можно и ножницами тут без разницы как удобно я отрезаю ножницами вот эту полосочку она мне не нужно там я и просто обрезаем и дальше осталось только про беговать я беру доску досочку для пиковки маленькую хотя есть и большая но почему-то с маленькой я прям приловчилась и мне очень даже с ней стало удобно работать не охота мне доставать большой доску он большой доску это для больших каких-то работ так палочку люби горшки не могу найти ладно буду вот этим вот так и вот где тут у нас была засечка засечка я здесь вот провожу вот так вот на доске немножко мне не хватает ночью страшно можно пододвинуть и продолжить дальше здесь принципе точность особо никакой не нужно поэтому даже и не загоняюсь по этому поводу все вот так вот берем складываем по намеченной линии беговки проглаживаю и все у нас получается клапан вот такой клапан как с помощью которого мы можем открыть шире этот карман и без особых усилий и трудности достать нужный нам нож все вот так это будет выглядеть вот такой клапан переложу сторона более наполненная опустая лучше вот так вот все ровно и красиво и появляется седьмая подложечка для ножей в моей коробочке вот вот они все мои подложечки и вот виде картотеки намного удобнее вот для меня это мой вариант она нашла вариант хранения ножей по крайней мере этот вариант меня устраивает теперь здесь меня много свободного места и без труда можно теперь найти ножички ну что еще рассказать еще хотела рассказать про новый свой проект который начала тут коробочка вот нас подборками я хотя уже начала его делать это свадебный альбом для чего вообще-то можно сказать третий альбом который у меня начат два уже лежат в коробках только начаты где-то там по несколько разворотов сделано вот но те два альбома это для меня это мои альбомы я их буду для себя оставлять и для себя делать поэтому я даже вот сколько сделала сколько у меня хватило вдохновения столько я и сделала все вдохновение ушло как-то уже стало это вяло текущим уже стала если заставлять то есть это уже не хватит все я взяла коробочку все сложила и убрала и решил переключиться на новый проект но этот проект я хочу этот альбом я хочу подарить поэтому я мне его нужно закончить но я поэтому начала его делать пораньше то есть вот где-то с мая месяца я его начала потихонечку уже подготавливать материалы началась бумагу под заказывать посмотреть какая сколько у меня есть листов сколько мне еще нужно заказать и начала уже делать он не нужен будет к сентябрю в сентябре мне нужно быть его отправить поэтому в принципе времени у меня много я даже у меня будет я надеюсь время а может быть и не понадобится этого времени на вот такой перед их допустим что если сейчас меняет тоже немножко я остыну к этому проекту мое вдохновение улетучиться я смогу его отложить на какое-то время переключиться на что-то другое и потом назад к ним вернуться там же до сентября еще два месяца в принципе я все успеваю и так что что же что же собственно переплет переплет прошитый я его сама делала это мой первый прошитый переплет не помню по какому мастер-класс делала но с youtube какой-то был мастер-класс вот если нужно то отправлю ссылочку на него вот и очень даже простой переплет я думаю что такие переплеты делаются очень сложно вы знаете мне в мне понравился но кстати делал я его уже давно именно вот тот момент когда я увидела это видео ими прям загорелась прям захотелось именно сделать переплет как говорится на будущее вдруг пригодится вот такой то такой момент когда мне не будет возможности или времени или желание делать переплет у меня он уже будет и собственно это время пришло для него и вот он мне уже и понадобился здесь у нас получается по моему 7 разворотов до 5 и еще по бокам то все семь разворотов получается в альбоме формата он 20 на 20 я брала вот уже по порезанные листы пивного картона 20 на 20 и уже отталкивалась от него от развита этого размера уже по делал вот этот корешок корешок тут видите с этими вот со вставочками такими прошитыми вот и у меня готов первый разворот но я пока не знаю будет ли он именно первым вот тут вот с форза цедали получается сторона будет на обложечная которая с форзац и здесь будет на этой стороне еще одна страничка покажу но не факт что это будет первый разворот вот такое получается это первый разворот будет вообще что хотела я вообще хотела изначально прям делать полноценное полноценное видео что-то вроде история одного альбома история первого альбома но я боюсь что я просто буду забывать записывать видео и то есть эти все видео они будут такие какими-то кусочными вот и я конечно буду записывать но конец в конце концов все-таки полностью весь альбом можно будет посмотреть когда я буду снимать на него обзор именно уже готового альбома про по процессам изготовления то есть по как вот в период изготовления возможно будут вот где-то во влогах буду вставлять кусочки вот и как-то так пока не хочу я передумала общем я делать пока еще не готова нет то что передумал я с еще не готова к этому потому что это первый такой оформленный для меня альбом будет и мне бы тут сначала бы разобраться со всеми этими конструкциями украшениями потом уже может быть следующий альбом и какие-то буду уже снимать именно по процессам ну в общем вот такой несложный разворот здесь получается подложки на 4 фотографии и плюс еще здесь кармашек такой вот сеточкой с кружевной и здесь принципе можно будет приклеить тоже фотографию либо сюда вставить но естественно здесь по месяца не так много фотографий тоже все-таки сеточка тоненькая и здесь больше она как декоративная часть идет нежели карманом просто для чего я его сделала для вертикальных допустим для чтобы не вклеивать а какие-то парочку троечку фотографий можно сюда было бы вставить дальше здесь закрывается на магните все хлюпает на магнитике дальше здесь та же самая принципиальная схема тоже на магнитике закрывается здесь фотография идет 9 на 13 с двух сторон это 10 на 15 с двух сторон и тоже такой же кармашек но другая сеточка принцип тот же декор здесь декор здесь здесь получился небольшой для меня косяк но не знаю большой небольшой но все-таки косяк вот это вот композиция получилось достаточно объемная и она не подходит для толщины вот это перемычки то есть я когда закрываю сейчас можно будет увидеть что получается видите здесь где-то вот прям вот если вот так где-то сантиметр нужно было перри перемычка конечно 0 7 как здесь мы сделано это маловато вот и получается что вот эта страничка она вот прям выгибается вот это вот конечно такой косяковский но я думаю что сейчас все странички я буду наполнять и они все вот так вот будут разъезжаться и я думаю ничего тут будет прям такого страшного конечно же не будет опять же здесь будут еще и фотографии то есть высота вот этого декора она как раз покроется за счет еще фотографии здесь будут фотографии наклеены да и там кармашек воду вставлены то есть как бы должно быть как-то выровняться но если будет немножко то не так страшно поэтому я именно из-за этого я не знаю где будет этот разворот я буду смотреть уже потом по тому как сделаю все развороты и буду уже тогда либо их миксовать либо их передвигать и смотреть где лучше будет вот этот разворот смотреться в альбоме вот с этим альбомом наверное ну вот именно пока работаю работаю над ним здесь подобрала очень много всяких украшалок давно хотела поработать с кружевом здесь вот целая гора кружева и она меня очень вдохновляется здесь очень много кружева очень красивого кружева для вдохновения то есть если даже меня бумага перестает вдохновлять то кружева никогда не перестает и я давно хотела уже поработать с этими со всеми вещами такая вот коробочка здесь есть но это уже вот первый разворот делал тут уже попало лишнее такие вот всякие отштампованные на ленте от штамповки вот они чернилами какие-то здесь пуговички есть подобранные такие полубусинки это вот мне присылали последние посылочки не помню с магазина но прямо в тему подошло обязательно использую в этом альбоме но опять же буду смотреть по толщине теперь я уже научилась что нужно все-таки учитывать толщину перемычки в альбоме и не перенагружать хотя видите украшение меня много и это еще не все здесь есть и вырубка здесь какая-то часть вырубки чеборд у меня другой коробочке это надо это уже перепутала немножко вот здесь какие-то вот штамповки тоже на калькины боссинг всякие вот интересные разные вот так что еще у меня есть здесь все то что касаемо обрезочек небольших что еще какие-то с фольгированием вот такое фольгированием такое так такая такая вырубка такой такой так что еще здесь здесь какие-то вырезалки тоже с в общем все что у меня есть с фольгированием я сюда попыталась ну плюс еще обрезки чтобы не сильно искать так это нужно другую коробочку потому что это чеборд чеборд вот в этой у меня коробочки из фикс прайса кстати да очень хорошо она подошла мне здесь для чеборда чеборд сначала стоял в другой коробке и очень тесно стоял и было тяжело вот так вот искать перелистывать вот я его поставила вот эту красивую коробочку разве такие вещи не могут не вдохновлять чеборд и что еще у меня осталось бумага и такая еще коробочка то здесь всякие веревочки веревочки цветочки всякой всякой интересности тоже все остальное все то что мне не поместилось вот в эту коробку вот в эту вот часть здесь коробки но в принципе я знаю где что лежит поэтому я когда оформляла первый разворот я смотрела что мне нужно я тянулась именно за той коробкой которая мне нужна так ну наверное на этом все пока все я закончу этот кусочек и потом если будет что еще подс поснимайте обязательно поснимаю и дополню в этот кусочек решила заказать показать решила еще посылочки с алиэкспресс тут прямо не так не не шли не шли я только вот видео записывала и говорил что никак не идут мои посылки где-то болтаются по россии и вот целая куча сразу за один день я их получила и наверное я их сюда тоже внесу в эту в это видео распакуем эти посылочки и возможно на этом все потому что там уже получается так нормально на полчаса уже наговорила сейчас плюс еще посылочки наверное уже хватит и что же тут давать по порядку я тут уже открыла здесь первом пакетике вот такие вот как они называются забыл как они называются ну в общем под поняли для чего они вот здесь есть прозрачный у этот брак вот видите да брак попался есть прозрачный есть черные по мне честно сказать толстоватые и крупноватые или крупноватые или толстоватые я так и не пойму что что мне в них не нравится два сантиметра длиной и наверное 400 нет ни 4 вру 8 сантиметров шириной не знаю что но мне как-то вот крупновато мне кажется вот эти штуки но вообще они применяются я так поняла для вообще фоторам когда сзади вы знаете отогнул вытащила заднюю крышку ставил фотографию назад все это загнул но мы естественно куда будем использовать правильно в альбомах ну что открываем следующее здесь у меня пришли ножички ножички вот такие вот сердечки я и заказывала для каких-то детских работ альбомов вот такие вот миленькие сердечки и вот такие сразу скажу ножи отличные вырубаются просто нура отдельно нож не пачкается внутри но тот особо нечем пачкаться здесь не так много мелких деталей но в ноже ничего не остается и вырубка сразу в на винае внается и без всякого мусора покажу вырубку этот уже сразу подготовила пакетики вот такая получается вырубка это вот эти сердечки вот такие классные сердечки то тоненький тоненький конечно нож но это не минус это скорее плюс в том плане что он очень нежно смотрится мне кажется в детских работах прям будет просто замечательно смотреться но и сделала такой в розовом цвете я думаю что все-таки это такая девчачья тема больше чем мальчишечки хотя для мальчишечки вот белом цвете тоже сделаем и вот такой вот что-то вроде бордюр чекада сердечками тоже отличный бордюр чек все то же самое и кстати вот из этого вот ножа сердечками которые подвесочка из нее вырубаются сердечки и плюс считайте что у вас целая кучка сердечек еще то есть нож два в одном и маленькие и покрупнее нажимают сердечки получать такие вот здоровски и следующие здесь тоже ножи здесь теги такой набор тегов они были скреплены перемычками я их разъединила чтобы сделать вырубку потому что если конечно так целый набор если целый набор прорубать то мало того что получится вот такие вот что-то вроде рамочек но они мне не нужны точно будут поэтому это только трата бумаги и плюс еще не факт что они хорошо прорубят когда они все вместе сцеплены скреплены я их разъединила и вырубила каждого размера отдельно каждый размер тега вырубила отдельно получается самый большой размер тега ну почти 12 11 8 на 7 и 8 это вот самый большой тег такой вот он то тоже детском направлении да такой вот кругленький не знаю как еще назвать это вот средний размер и еще следующий следующий такой и вот такие вот маленькие шильдики получаются вот вот это вот вот самые маленькие получаются размером 4 и 2 до на ну 1 и 7 где-то такие маленькие вот эти вот прям можно использовать на подарках перекрепить сюда веревочку и вот тут что-то можно будет либо отшнамповать либо написать от руки и вот этот размер тоже на на подарку и на подарки на упаковку можно будет использовать какой-то брак что ли цветок сейчас заметила смотреть немножко я думаю что это не сильно будет влиять в общем ножички хорошие все вырубает все отлично врубается хорошо следующие здесь вот такие вот назвать кисточки взяла кисточки разных разных цветов вот такой микс вот такие вот они тут как-то непонятно связаны какой-то веревочкой да такие кисточки это подарочек мне положили такую рыбку вот такая рыбка я можно от этой веревочки наверно соединить а рыбку отдельно использовать как раз если в каких-нибудь морских работах быть здорово смотреться так и кисточки сейчас покажу штук сколько это надо сейчас я посчитаю скажу сколько тоже я не помню сколько было в заказе я насчитал 33 штуки плюс минус 1 всяких разных цветов и оттенков сейчас вот так если разложу то можете сами посмотреть всяких всяких разноцветных на любой вкус и цвет фломастеры разные здесь получается им так вот да золото это золото здесь потемнее золото больше на бронзу похоже синий такой вот прям синий как он называется сапфировый до синий такой вот не более приглушенный синий такой от морской волны один посветлее другой потемнее дальше это наверно больше изумруд вот тут вот этот вот да и также есть наш любимый мятный оттенок прям совсем бледный бледный мятный оттенок вот этот вот также есть белый розовых розовых очень много оттенков вот посветлее чуть темнее розовые с сиреневым розовый яркий розовый вот он вот это еще какой-то вишневый до розовый дальше зеленые оттенки ну то есть вы видите что всяких разных оттенков кисточки кисточки как видите ровненькие не загнутые вот все ровненькие нигде не ничего не топошится аккуратные кисточки чудесные кисточки в общем я прям вообще класс я очень довольна этим наборчиком кисточек пока не знаю куда я их буду применять но была мысль сделать шкатулку для рукоделия собственно отсюда родилась наверное мысль и взять себе кисточек вот поэтому ну знаете там на крут на крышечку на на ручку при привязывают кисточки такие она очень здорово смотрится на шкатулках ну что дальше дальше мы пришли молды кстати молода еще не пробовала все как никак не не дают у меня руки их испробовать вот они молды давайте открою чтобы ничего не отсвечивала они кстати за запечатанный тут такой вот сердечко очень известные часто встречаемые и в готовых формочках уже есть готовые такие сердечки и в молдах по-моему от арт просвет да тоже такой мод был в общем я решила с алиэкспресс попробовать такой и такая рамочка силикон мягкий но как и обычно с алиэкспресс а вот такая рамочка квадратная по вот прям по форме я сейчас вот смотрю очень интересная рамочка красивая универсальная будет и окошко здесь не совсем маленькая то есть даже можно будет здесь даже какие-то небольшие композиции внутри делать я тогда сделаю отливки из этих молдов и тогда добавлю в это видео и покажу что получается насколько они качественные потому что бывают все таки молоды не совсем хорошего качества где-то там уголочек не форме плохо отлит все все что угодно может быть поэтому чтобы уж если давать ссылку на на эти молоды то чтобы быть уверен что они хорошего качества так дальше здесь я заказал шнурочек обычный вощеный шнурочек я все еще шнурочки чтобы они были не толстенькие чтобы они были тоненькие ну вот этот вроде неплохой шнурочек и без блеска я как-то один раз заказала с алиэкспресс и такой шнурочек и он почему-то вот был с блеском с каким-то вот это вот не блестит вот если я сейчас покручу да вот блеска нету он такой прям матовый и видно что он на плетеный шнурочек не ничем сверху может быть чем-то и пропитан но не сильно то есть нет этого блеска пропитки хороший шнурочек надо будет взять на заметку и заказать других цветов там шнурочки я использую часто взяла вот пока универсальный белый вот качество я посмотрел качество мне нравится можно теперь взять и других цветов здесь должна быть толщина миллиметр я искал самый тоненький чтобы он был до миллиметр получается шнурочек вот такой вот хороший шнурочек остался последний пакетик здесь тоже ножи так и еще один ножи так здесь наборчик путешественника тоже его разъединила он был весь соединен ну я его взяла разъединил потому что тоже не не люблю все вместе прорубать я во-первых боюсь за машинку что она может повредиться от такого количества но элементов и напряжение на валы поэтому я его разъединила и лучше покажу вам вырубку этого набора честно сказать я уже следующего рука честно сказать я не очень большом восторге от этого наборчика ну несколько элементов можно будет может быть и использовать вот в основном я взяла конечно из фотоаппарата вот такой фотоаппарат получается ну крупноват конечно ну ладно пусть будет я не посмотрел на размеры поэтому как же говорится я смотрю на то дальше вот такой вот но это наверно тип указателя стрелки на компасе наверно да им имитация вот тоже крупные есть такая стрелочка есть помельче такая стрелочка но это для путешествий такая вырубка где-то в тревел буках может там дневниках о путешествии можно будет использовать дальше такой глобус глобус и что еще самолет есть самолет у меня в крафте я думаю видно тут здесь небольшое тиснение на самолете тут вот где окошки вот видите выпуклые части вот это тиснение окошек и что еще не показал чемодан вот самая бесполезная вырубка это будет вот этот чемодан но я его на не вырубать больше не буду вот я просто чтобы вырубил чтобы показать непонятно что вот это вот вот тут вот что непонятно что за отверстие хотя бы вот этих отверстий не было но был бы чемодана чемодан или хотя бы что-то внутри что-то интересное было понятно здесь непонятно что это такое но для меня по крайней мере дальше с такая вот стрелочка стрелочку в принципе использовать можно вот она стеснением тоже крафте в белом вот видите да тут стеснением тоже можно использовать ну и собственно наверное все больше в этом наборчике нет ничего так дальше этот наборчик вот эти листики раз я их уже вон там достал на те листики известные насколько я помню или знаю что это реплика на какие-то иностранные ножи что это не просто алиэкспрессовские откуда они их взяли уже вот вот и кстати были недорогие 60 рублей что ли всего 65 рублей вот такие листики вот это покрупнее листики и вот такой вот помельче листик тоже вырубается все замечательно все отлично без особых проблем крафт вот такие листики еще один детский нож это шарики вот такие шарики три шарика кстати заказывала я другие шарики но мне пришли вот эти шарики я не стала открывать спор на эти шарики ну то что перепутали липы поменяли мне возможно уже продавец писал про них но я как обычно письма с алиэкспресс не читаю мне лень честно сказать поэтому возможно было письмо о том что продавец меня спрашивал наверное что те на возможно шарики уже закончились те ножи до которые я заказывала есть наличие вот такие вот но в принципе меня вот эти вот эти шарики вполне устраивают мне они нравятся такие вот необычные формы и я не стала ничего писать не стала открывать спору на этом вот меня вырубка устраивает вот смотрите какие шарики вот такая вот красота тоже детская такая в детскую работу будет здорово смотреться вообще шарики классно смотрится и большие воздушные шары и такие вот детские шар шары всегда в работах смотрится хорошо так и последний ножичек вот такая вот обгрызанная фотопленка такая старенькая видавшая виды такая вот вся но я видела у девочек уже в работах эту кинопленку не знаю нож ли у них с алиэкспресса или это тоже какой-то брендовский нож не знаю но вот я нашла на алиэкспрессе этот этот ножик и вообще супер тоже вырубает все просто замечательно раз-два получается туда и обратно вот это крафт и это вот белым чтобы получше было видно вот так вот все 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 отлично вырубает прям вот для мужских работ отлично будет смотреться так брутально погрызана так мне очень нравится наш еще кусочек для влога ставлю хочу показать вот такого вот красавца не успеваю даже сегодня отфотографировать поэтому решила хотя бы снять вот пусть он будет оставить свой след во влоге делаю в подарок уже сейчас будем собираться одеваться и идти уже на день рождения поэтому но никак не остается времени поэтому покажу здесь вот такой вот мидори 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 простите не знаю как правильно вот на широкой резинке решила сюда ставить широкую резинку из-за того что все-таки я не доверяю вот этим стала резинкам вот этим тонким шляпным очень как-то не себя ведут не очень хорошо выходит из строя поэтому если эту резинку но девочка может сама заменить то вот эту резинку уже будет самой сложно до заменить без каких-то инструментов но и аккуратненько это не получится прошу прощения за свои ногти вообще не у нее ничего не успеваю и решила что внутри пусть останутся эти резинки до шляпные наши стандартные а вот на обложку все-таки вот эта резинка будет понадежнее ну и так открывается так на резинка открывается почему еще вот так вот резинка здесь уже как-то мне кажется она не будет так смотреться до вертикальный как мы еще любим одевать вот поэтому здесь самое вот то горизонтально самое интересное но здесь и кожзам белый такой вот с фактурой и тканюшка хлопок горошек прошила только вот эту часть эту часть что-то я побоялась прошивать не стала ее прошивать но там принципе хорошо все заклеено проклеена поэтому надеюсь что все будет хорошо здесь внутри вот такие вот два кармашка я их разделила на 2 вот здесь честно сказать вот эту строчку отстрочить карман просто забыла я приклеила карман и забыла просто просрочить вот эту строчку но решила их разделить и как бы здесь получается здесь эта строчка а на другом кармане у меня получается вот такая вот от строчка то есть вроде как так и задумано внутри тоже вот такой хлопок кстати наш отечественный хлопок такую полосочку и сочетается с бумагой от скраб мир что-то там голубой до буду учет это вот такие вот три тетрадочки наборчик взяла 20 на 20 и собственно от него и отталкивался все все размеры листа вот этот вот да я свернула получилось здесь 11 нет не 11 20 10 10 до и длина 20 то есть 10 на 20 тетрадочка нарезала сюда листочков белых и немножко поставляла разных других голубенький тут вот здесь плохо что то видно свечевать что ли вот и внутри тут есть один кармашек вот такой ставила кармашек и тоже но в основном белые листочки потому что я не знаю вдруг наши тут вот один просто выставила вот подумала ну это мы любим всякие разные фактурные бумажки а тут вроде бы девочка серьезная вдруг не не поймет так что еще не показал не вставила сюда наклеечки уже загнулась наклеечки наклеечки вставила может быть пригодятся и плюс еще уголочки но мало ли тоже для каких-либо целей ну что это еще один наверно кусочек будет для влога и запишу покажу вот эти две маленькие посылочки и буду заканчивать этот влог буду выкладывать его потому что уже наверно там много набралось ну что здесь мне пришла одна посылочка с алиэкспресс и 1 по по россии я сейчас наверное вытащу вот эту по россии которая и мы и посмотрим и потом посмотрим здесь и так посылочка пришла из магазина скраб скраб цветение по моему если я не ошибаюсь здесь были несколько закупочек было должны быть ленты и бумага белорусская ну посмотрим что еще я тут краешку так вот подглядела а еще там чипборд от мускари я уже немножко краешком подглядела но все доставать не стала решила оставить вместе с вами открыть эту тучу чем сейчас подрежем аккуратненько и можно будет все открывать так вот и так вот такая кучка получилось так это мы посмотрим позже позже и давайте немножко более-менее порядок это бумага сверху порезанная об этом мы договорились хозяйка магазина это исключительно наша совместная договоренность я согласилась она мне предложила для уменьшения стоимости доставки разрезать лист так как он лист уже для вырезания и вы все равно резать поэтому хозяйка предложила мне его хозяйка зовут юля юля предложила мне ее мне предложила его разрезать так чтобы поместилась в эту маленькую упаковочку так как у меня других листов бумаги не было и только эти два листа для вырезания поэтому я согласилась мне вообще без проблем мне все равно вырезать поэтому какая разница тем более что это повлияло на стоимость доставки и так эта бумага от белорусского магазина с принц крапом так то тут здесь вырезал очки узнаете бумаг похоже как на фотобумагу вот такая гладкая гладенькая прям ну такое вот качество печати но такое ощущение конечно big space без пикселей но вот вы знаете вот бумага вот этот по шершаве немножко этот лист 2 по шершаве а это вообще вот у меня такая такой плотности где-то грамм наверно 200 на 180 у меня такая фотобумага на которой я печально спечатаю на своем принтере очень похожим по ощущениям такая же гладкая так такие вот тут листочек это вот что-то тут даже не знаю как называется такая на коллекция вот они вот так вот да этот листочек и вот этот листочек сейчас попробую найти где от него тут название вот кусочек вот это вот так вот шебе так не буду читать а то сейчас насмешу вот так вот листочек то здесь должно быть два листочка а вот еще один листочек тоже тоже от них тоже сприт скраб да и тут так вот вот она название тут такие вот экзотические очень похожи на американского я между принты принты похоже не по качеству так ладно здесь немножко посмотрели дальше здесь чеборд от мускари и наверное здесь вот это вот просто небо это точеборд пакете который отдельно а это вот мускари так здесь вот такой вот фонарь здесь две штуки должно быть даже три штуки в комплекте три штуки три фонарика вот такая девочка с граблями это для садового дневничка я хочу сделать огородного лишь тут такой вот дальше вот такая на мужскую тему чеборд со стрелочкой можно и так и так можно применить дальше такие вот веточки такая осенние тема веточки с почечками получается дальше здесь с коренюшками это тоже какой-то цветочек с коренюшками интересный тоже такой красивый цветочек вот такой большой тазик с цветами прям крупным на обложку так вот задняя спинка хотя вот у мускари смотрите какой хороший качественный чеборд с лицевой стороны и задней стороны чистенькие аккуратненькие вот этот классный чеборд он такой плотный прям смотрите толщина одет на миллиметра два тут получается не хочет фокусироваться вот и где-то миллиметра два этого толщина этого чеборда вот и веточки вот здесь веточки получается вот она веточка туда что-то типа петрушки и вот такие вот на каком-то таком dvp dsp не знаю что это ли какая-то прессованная не могу сказать что такое плохо разбираюсь так и набор из набор огородных таких всяких разных овощей именно как раз вот для огородной темы сюжета все показываю вам изнанку изнанку но изнанку я поняла только вот из-за этого небольшого пятнышка это лицо конечно все целое чистое хорошего качества отлично качество чеборд так это мускари и вот это вот просто небо тоже была закупка не вот так и вот здесь так но здесь вот такой в такие флажки на веревочке дальше киев и что здесь еще у нас есть кит ее такие шарики на детскую тему тоже здоровски и кит на морскую кстати кита все классный прямо на любую морскую тему я имею ввиду в работу в любую морскую здоровски кит будет смотреться слева еще покрыть чем-нибудь так лампочки какие-то подобные лампочки мне кажется уже есть такие лампочки обратная сторона даже одна лицевая сторона тот обратная сторона не сильно тоже отличается хорошего качества чеборд дальше такой на морскую тему с цветочками кораллами и звезда морская только классный солнышко вышло нас западная сторона сейчас ветер вечер ведь сейчас на улице вечер и у нас так как сторона здесь западная солнышко садится и она очень яркая получается даже жалюзи вот не совсем спасает так дальше вот такая рамочка на школьную тему на школьную тему такая рамочка тоже русская здесь перышки здесь кстати не поломать здесь кстати в этом наборе очень много перышек вот смотрите они все как сказать отдельно да не совместнее не с не совмещены то есть вот и все можно не такого при применимого хорошего размера небольшие можно даже внутри деталь альбомов применить на обложке то есть такого хорошего универсального размера небольшие дальше эти птички примут вижу какие они классные вот они птички 2 штучки такие вот у меня получается одна есть уже показывал наверное может быть не показывала чип и скраб от них тоже похоже они кстати тут разные птички эта птичка получается вот так вот до веточка идет она вниз как будто как смотрит вот эта птичка она получается вот она просто сидит на веточке туда смотрят они две разные начал подумал что они одинаковые вот вот та птичка чип и скраб по моему она покрупнее но она там одна тоже на веточке а эти вот две такие небольшого размера и вот такой вот универсальный набор листиков не знаю что за листики наверное пионы мне кажется но тоже в работах будут в композиции хорошо смотреться и дальше 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 была закупка шебе лент пока открывал мешочек порвала но это ничего страшного взяла вот таких вот цветов мой вот так вот фокус так вот так такие вот цвета сейчас фокус вот они здесь получается вот такой вот это нам бежевый но такой холодный бежевый с таким с небольшим зеленоватым оттенком здесь наверно из-за солнышки не сильно будет видно какой оттенок пересвечивает но он такой вот бежевый но он небольшим таким зеленоватым оттенком легким легким вот такой цвет на зеленые светло-зеленые такие винтажные я даже сказал на и может быть даже шибе дальше прям зеленые травы вот такие и остаются что здесь наверное тоже право на метр один вот такого красно-коричневого какого-то цвета у красно-коричневого дальше светло-коричневый такой светло-коричневый и такой вот темно-коричневый такой вот такая палитра у меня получается она мне в принципе ну кроме тут может быть красного вот этот прям подойдет под свадебный альбом прям очень даже хорошо дальше и остались тут подарочки вот такие вот отливочки мне положили в подарок вот такие аккуратные отливочки вообще нет здесь вот никаких не бугур бугурков вот смотрите то я мир когда делаю но я здесь не делать для себя не для продажи вот у меня здесь получается это обычно такой бугорок я перебарщиваю слишком много наливаю пластика и у меня тут такой небольшой иногда бывает бурок не приходится стачивать напильником убирать лишнее вокруг тоже все тут стачивать убирать здесь посмотрите все как аккуратно все краешки аккуратные все-все-все-все аккуратно вот такие вот ангелочки все то же самое безупречно безупречная аккуратность такие ангелочки и вот такая рамочка рамочка тоже из пластика но здесь обратная сторона немножко скол есть но я думаю что даже я вам сразу скажу что вы искал этот мы же клеим вот так и то есть будет не видно а так внутри вот тут вот лицевая все стороны очень даже аккуратненько такая вот красота мне пришла в подарок спасибо большое магазин ну и осталась вот эта одна посылочка с алиэкспресс я буквально прям сегодня получила и решила ее сразу показать чтобы она у меня не валялась здесь пришли долгожданные прям вот долгожданные пришли у меня вот эти вот прямоугольнички с двойной отстрочкой ой как я их долго ждала я даже уже по моему открыла спор но деньги мне еще за них не вернули вот и они вот мне наконец-то пришли вот такие рамочки сейчас померяю их по размеру так у нас получается 10 с половиной на 15 слушать это же ну не хватает может быть 5 миллиметров но прям под фотографию 10 на 15 до под фотографии 10 на 15 если здесь 10 с половиной здесь нам не нужно будет ничего обрезать так или наоборот в общем подложку можно использовать вот эту большую боль можно использовать просто немножко подрезать под корректный размер подложки до подрезать фотографию в принципе использовать можно нормальный размер ну немножко отличается конечно но все же можно использовать так вот 2 вот это которая получается ну 13 и 3 на 9 и 3 тоже под 9 на 13 тоже можно использовать дальше вот это вот что тут получается но здесь 11 половиной у нас нет такие до фотографии очень узкие на 6 но сетям 2 прямоугольничка что-то я не то один с половиной и на 7 с половиной но это все равно вот эти три это просто будут либо рамочки либо она смотря как их положить либо прямоугольнички а вот эти вот две получается можно использовать как подложки ну в как сказать в экстренных каких-то ситуациях либо там где можно применить двойную прострочку либо у заказчика будет возможность обрезать фотографии под эти по подложки да в принципе использовать можно на не возбраняется как говорится либо для своего собственного пользования я наверное себе в альбом сделаю эти подложки они очень тоже интересно смотрят за звойной прострочкой я сделала вырубку ну прям вот так вот как есть то есть я не разъединяла вот эти вот перемычки и получилось у меня вот так вот рамочки есть вот такая рамочка получилась вот она можно использовать тоже под фотографию рамочку вырезать еще одну чуть больше если это можно и так наверно если прострочить вот тут прям прям вот поэтому вот беговки о плода как она называется тиснению да по краю про к по-крайнему тиснению вот тут вот тут и вот тут по-крайнему тиснению пройтись на машинке прострочить и фотография думаю вот за эти вот краешки хоть и небольшие но все же может даже держаться надо пробовать такая же получается по типу как 9 на 13 тоже дальше вот такие прямоугольнички но если я их сейчас разъединю то конечности здесь уже ничего вырубаться не будет и она будет на как таки просто прямоугольником без этого отверстия дальше вот такая показываю ничего не видно вот такая такой такая рамочка смотрю на рамочку в общем такой прямоугольник либо такая рамочка и вот то что серединка вывалилась вот такой прямоугольничек чем даже симпатичный ножичек ну что на этом я наверно буду заканчивать свой влог я буду монетировать все все кусочки собирать и пора уже его публиковать вот и прощаюсь с вами спасибо что смотрели спасибо что зашли на канал всем творческого вдохновения и до новых встреч пока пока